Привет, друзья! Сегодня уже 2 марта 2022 года. Ситуация вокруг Киева и вообще на Украине продолжает ухудшаться. Я сейчас просто снимаю видео с страницы Южного фронта, с сайта, я уже говорил, соус фронт, и где-то там ссылку я оставлял. Здесь очень много полезной информации о том, какие вооружения использует российская армия, что там на вооружении состоит. То есть довольно внушительный веб-сайт на английском языке, где-то есть на русском, на немецком, то есть это где-то с территории Германии независимый источник. Но что я хочу сказать. Всем, кто находится в Киеве, рекомендую всем гражданским покинуть город, потому что драка за город будет сумасшедшая. Разве что Зеленский подпишет капитуляцию со всеми теми условиями, которые ставит Россия. Можно сказать сейчас, несмотря на героические усилия обманутых людей, к сожалению, Украина проигрывает по всем параметрам. И несмотря на то, что Зеленый кричит, что все нормально, на самом деле ситуация очень и очень плачевная. То есть все гражданские должны максимум покинуть Киеву на велосипедах, на чем угодно, попытаться как можно дальше уехать, потому что драка будет основательная. Им есть что терять. И, к сожалению, украинский народ должен понимать, что можно много обещать, но обещания нужно же выполнять. Зеленский за все время своего правления ни разу и ничего не выполнил. Поэтому сейчас в ситуации критической, в ситуации, когда проявляется кто есть кто, можно четко сказать, что, к сожалению, популярный артист превращается медленно, но уверенно в непопулярного предателя собственного народа. Как бы не мутно это звучало, потому что вначале многие ему поверили, но эти надежды не оправдались и нужно воспринимать так, как есть, а не выдавать желаемое за действительное. Поэтому тем, кто находится в Киеве силам самообороны или добровольных подразделений, вам нужно брать руки в голову и не только спасать жизни детей, жен, свои, потому что кто-то должен отстраивать Украину от того бардака, в который ввергла его эта банда зеленых брехунов, которые три короба наобещали только для того, чтобы обогащаться. И теперь у меня возникает вопрос, а как же будет раздолбанное правительство выполнять свои обещания по оплате военнослужащим тех вознаграждений, которые они пообещали 30, 50, 60, 100 тысяч и 15 миллионов семьям погибшим. Как они будут выполнять, если они несостоятельны с самого начала, если он ничего не исполнил из того, что обещал. Мало того, со всей Украины стягиваются остатки курсантов, военных отовсюду на защиту Киева. Да, в столице решается судьба страны, но ему не важны ваши жизни, ему важно сохранение собственного кошелька и отмывка возможности максимального количества обещанных денег по карманам его сокамерников. Да, он может убежать за границу, да, он может создать уряд в экзиле, то есть правительство в изгнании, но от этого не будет популярным, потому что я больше чем уверен, что новая нероссийская власть, украинская власть сможет навести порядок. У нас все есть шансы для этого, у нас есть все возможности, у нас все ресурсы жить достойно и счастливо. Но, к сожалению, брехунам не должно быть места, и я точно так же знаю, что люди готовы к сопротивлению, но пока еще боятся. Колоссальное количество людей, вполне возможно, что даже мэр города, понимая свои ошибки, ну боксер, ну какой он правитель, но все равно он тоже, видно, душой переживает за город, в котором он живет, потому что, как бы ни было, несмотря на то, кто он есть, он все-таки человек, которого можно понять. Поэтому я думаю, что чем больше Россия развивает успехов на фронтах, тем больше шансов сохранить максимальное количество жизней гражданских людей, а не анацистов предать суду военного трибунала за то, что они создали на Украине. Зеленый должен об этом помнить. Врубайте мозги, помогайте ближним, пытайтесь выжить в эти тяжелые времена, и я хочу вас видеть всех счастливыми и радостными. Бай, друзья! Бай, друзья!